Что это тебе? Мама, его чуть-чуть, зачем я вообще вот обязалась? Понятно, что этот он реагирует, у него все это как бы... Прикиньте, я когда буду строить отношения, как он будет реагировать, как его он будет локоть кусать, понимаешь? Он-то вернется, но он мне не нужен. Понятно, что как бы он понимает, что со мной сколько, да, я ему дала опыта, я ему все научила, там, рассказала, что эта девочка там, 18-летняя, да, как бы ему даст. Понятно, что он меня забыть никогда не сможет, он будет все время вспоминать меня. Он сегодня трезвый? Да, он все такой, он трезвый. Он как просто такой на самом деле и есть, ну как бы, немного того. Он такой и есть, я же говорю, за него мнение говорила, я научила его говорить, опыта поднабрался в плане интимной жизни, ты чего? Все, что мог сказать, получается, сегодня, это то, что я его просил, не делай, Дима. А он не слышит, да. Дима, вот ты, он говорит, я мужчина, я хочу быть мужиком, я хочу быть сильным, я говорю, вот если ты действительно хочешь быть мужиком, когда ты расстанешься с Олей, поставишь точку, то не позорь, как бы, отношения, грязь, никак не лицеприятно не отзываясь о тебе. И он берет и сидит и сейчас говорит, он тебя назвал, получается, он-но. Да, я говорю, некрасиво, ты позоришь себя и позоришь свои отношения. Он себя не красит, не коммерфон для мужика. Она немножко глупенькая, которая не видит, что он говорит, что она лучше в постели, да, что он так же с ней может поступить, понимаешь? Да это игрульки все, это чисто, просто временная утеха. Я не верю в его искренность. Ему будет так крушно в этих отношениях до безумия, ты чего? Они посидят, там, я не знаю, ну, буквально, может, неделька, ну, вот, понимаешь, ты не будешь, если реагировать на эту пару, вообще никакие эмоции не будешь давать. Он из меня затухнет. Он затухнет, а потом скажет, Оленька, я все осознал, давай я вернусь. Ну, тогда тебе вообще, вот, тогда ты сможешь ему отомстить. Сделаешь кастинг. Окей, мы сходим по местным рыбакам. Сходим по местным, я не знаю, там, очень важным людям. Туда-сюда тыкнемся, мыкнемся, кривольцев, ну, вдруг не найдем. Будем верить в хорошее, что найдем, но вдруг не найдем. Сделаем кастинг, тебе отправим в соцсети, там, и прочее. Кастинг будет работать, служба в Москве. Ну, прикинь, если, ну, нету такого мужика, если не найдется вот именно того, кого ты ищешь, то какой вариант еще? Я сказала, изменил я никогда не прощу. Олечка, ну, прощают, ну, прощают же люди, будучи в браке, живут. Вот та известная история, она очень популярна, когда уезжает мужик, я тебе уже рассказывал. Ну, это все, один раз изменил, он будет постоянно ходить налево. Зачем мне такой мужик? Вот зачем? Я не думаю. Доверие подорвал, у нас ничего не получится, я буду все время ему не доверять, если мы с ним опять сойдемся. Буду постоянно? Ага, ты куда пошел, ты меня изменял, ты с кем-то целовался, там, и тому подобное. Это сейчас ты так смотришь на это. Поверь мне, пройдет какое-то время, и ты изменишь свою точку зрения. По-любому, вот на эту ситуацию. Так что не торопись говорить никогда. Все будет так, как оно должно быть. Ребят, я правда, я освободилась, я просто выдохнула, мне сейчас так хорошо в душе. А вот сейчас кайфуй, вот тебе время, чтобы кайфовать, пошли гулять. Пойдемте, гуляйте, так гуляйте, гуляйте. Креолочки! Креолочки! Пока тебя просто прошу, я понимаю тебя, да, вот, мы потому что узнаем друг друга, да, с тобой, я говорю, вот, допустим, фотографию ты удалила, и действительно, понимаешь, потому что мне почему скрывать нечего? Я говорю, Оль, на телефон, на, посмотри, то есть, там, вот, вот, почитай это, это, а ты берешь и удаляешь. По сути, это неправильно, по сути, я мог взять и под затрещину дать, понимаешь, спокойно мог дать. Но я понимаю, что, ладно, я первый раз тебе лучше, ну, скажу по-нормальному, скажу, Оль, так не надо делать, чтобы ты на ус намотала. Так же я тебя прошу, Оль, не надо звонить за моей спиной, не надо. Даже кто бы попросил тебя, лучше ты подойди со мной, поговори на эту тему, понимаешь? Потому что ты знаешь, что мне, допустим, будет неприятно, я понимаю, что это ты ее подтягиваешь сюда, понимаешь, в наши отношения. То есть, ты ее тянешь к нам. И действительно, и она говорит, действительно, видишь, Дим, это, то есть, может, ты точку поставил, но твоя девушка, это она подтягивает сюда, и она хочет, да, чтобы, якобы. И заметь, и какая еще ситуация, то, что ты мне так же говоришь, о, Дим, я действительно переживаю, вот об этом ты говоришь, а не я. Дим, действительно, я переживаю то, что я вот улечу скоро на сессию, и вот, я не знаю, вот Оля Рапунцева, если прилетит сюда, и если она вдруг прилетит сюда, и вы пообщаетесь, то я не приеду на проект. Вот это неправильно, это тоже слабая позиция. Ну, и пускай она прилетит сюда, и действительно, может, она прилетит сюда. Но я же не даю ей зеленый свет и говорю, Ольга, да, Рапунцева, я тебя жду, прилетай. А потом, да, Оля Райская, ну все, мы тут помочу, пока тебя не будет здесь с ней, а потом опять, Олечка, иди, Райская, пошли заселяться. Ну, это бред полнейший, понимаешь? Да, понимаю. Я тебя к тому клоню, чтобы ты не сдавала свою линию, позицию, понимаешь? Ты держи ее, то есть, марку эту держи свою.